Друзья, лето закончилось, и это значит, что мы переходим в тепло. Будем тренироваться в зале, а также дома. В честь этого я делаю 25% скидку на своем сайте на программу тренировок и питания. Переходите на сайт, покупайте, тренируемся вместе. Всем привет, друзья! Если вы помните, то в прошлом выпуске мы с Даней и с Костей и с новыми ребятами на моем канале договорились пожать плюс 10 килограмм за 2 месяца. То есть, что это получается? Это получается, что мне нужно будет пожать сотку, потому что сейчас я жму 90, а им нужно пожать, посмотрите, в прошлом выпуске. Итак, прикол заключается в том, что с ребятами у нас будут разные программы. Я буду тренироваться по своей программе, которую я сам себе составил. Ребята вдвоем будут тренироваться по своим одинаковым. То есть, у нас, у меня и у них разные программы. Получается, что я вот сейчас расписал свою программу, и я вам сейчас ее расскажу, покажу и объясню, что, как я буду делать. И также потом мы пойдем в зал и спросим все у ребят. То есть, они тоже расскажут вам все по своей программе, что они как делать будут и так далее, какие упражнения. И все будет очень круто. Полетели! Итак, друзья, первый месяц, старт 29 октября. Это видео выйдет, конечно же, попозже немножко, но мы начали 29 октября. Вы отсчитываете два месяца с того времени, когда вы начнете. То есть, смотрите, основное положение в моей программе. Жим лежа, челлендж. Шесть подходов у меня будет от одного до пяти повторений. То есть, у меня будет чисто на силу. То есть, на одно повторение я должен буду сделать через два месяца гораздо больше вес, чем делаю сейчас. Значит, следующее. Отдых 5-6 минут между подходами у меня будет. Следующее. Убывание весов с большего до малого. То есть, получается, я, например, разминаюсь, да, жму 90 килограмм на одно повторение. Потом там 85 килограмм на два, на три, на четыре, может быть, и так далее. То есть, дохожу с одного повторения до пяти повторений. Следующее. Все подходы у меня будут до отказа. Я просто буду убиваться на максимум. Следующее упражнение у меня сжим гантелей. Здесь будет пять подходов. Я буду стараться сделать здесь тоже на максимум, но, может, не всегда до отказа. Посмотрим, как пойдет. Также у нас понедельник и пятница. В пятницу у меня то же самое. Жим штанги 6 подходов. Жим гантелей 5 подходов. И также я буду и в понедельник, и в пятницу после жима делать подтягивания. Но это лично в своих целях. Вы можете этого не делать. Вообще исключить это. Я тупо для себя, чтобы не забыть, как подтягиваться. И, кстати, у меня еще среда будет. Я буду качать ноги, чтобы выделялось больше гормончиков, больше тестостерончика. И чтобы еще росли мышцы. Потому что от повторений от 1 до 5 нет гипертрофии. То есть гипертрофия начинается от 6 до 12 повторений. Это рост мышц. От 1 до 5 это тупо сила. И, скорее всего, у меня мышцы расти не будут. Но, кто знает, посмотрим. Но я в любом случае добавил ноги и спину. Чтобы у меня все-таки гипертрофия шла и росли мышцы. Вот таким вот образом будем тренироваться. Но лучше, конечно, если вы 100% хотите увеличить свой жим. Но вам нужно делать только жим и исключить все остальные упражнения. Там на спину, на ноги. Все исключить. Чтобы восстановление шло только на те мышцы, которые вы тренируете. То есть, если я тренировать буду 3 мышцы, у меня будет восстановление идти на 3 мышцы. Организм будет затрачивать кучу ресурсов на эти мышцы восстановления. Вот. А если вы будете тренировать только грудь 2 раза в неделю, то у вас будет идти все восстановление на грудь. Естественно, прогресс будет больше. Ну, а я выбрал такой путь. Посмотрим, что будет. Полетели. Ну что, друзья, мы пришли в зал. Это Даня. Еще раз представлю его, да? Ну, расскажи, какая у вас программа, из чего она состоит вообще, сколько раз в неделю заниматься будете, подходы, повторения и так далее. Ну что, значит, грудь мы треним 2 раза в неделю. Понедельник и пятница, чтобы был, так сказать, достаточный перерыв для ее восстановления. Значит, понедельник. Все упражнения делаем. 5 подходов по 8 повторений. Не больше. По 8 повторений. По 8 повторений. От 6 до 8, значит, и так будем смотреть. Так, значит, понедельник. В понедельник у нас гильотина, потом жим на наклонной скамье на верхнюю часть груди, затем разводки гантелей на горизонтальной скамье, жим гантелей на горизонтальной скамье, то есть 4 упражнения. Здесь делаем больше упор на верхнюю часть груди. В пятницу жмем на горизонтальной скамье, то есть не гильотина, просто жим. Затем делаем жим в отрицательном наклоне в машине Смита, кроссоверы и жмем гантели на горизонтальной скамье, то есть в пятницу варьируем упражнения, делаем больше упор на нижнюю часть. Ребят, ребят, извините, что отвлек вас. Помните, я отжимался с приложением Pushups? Проект участвует в диджитал-премии Tagline Awards. Давайте поддержим, ребят. Переходите по ссылке в описании и голосуйте за проект. Блог «Народное голосование» в правой колонке страницы. Для голосования нужно просто авторизоваться через Facebook. «Народное голосование» в правой колонке страницах. У меня, короче, из-за недостаточной разминки 90 начал делать. У меня заскрипело, короче, что-то захрустело вот тут в груди. Сейчас попробую 85 сделать на максимум, посмотрим, как ощущения будут. Это что такое? А ты умеешь нам сказать? Ну что, ребят, короче, все захрустело там. У меня страх теперь большой вес сделать. Сейчас попробую 75 на максимум, сколько получится. У меня, короче, когда я вниз опускаю, у меня тикало тут больно почему-то. Я не знаю, сорвал, что ли, с первого раза, непонятно. Короче, ребят, я пока что уже больше не буду делать. Пусть восстанавливается грудь. Скорее всего, это из-за того, что мы в субботу занимались, тут жали. А сегодня понедельник. То есть прошло восстановление, всего лишь один день для груди это мало. Ну а так я сегодня еще подтягивания поделаю и поснимаю ребят, какие упражнения они будут делать. Ну, короче, гильотина этим упражнением обычно заменяется жим. То есть все в том, что если при обычном жиме мы ложим на середину где-то груди, здесь при гильотине, как видно, мы стараемся ложить сюда нею часть груди для максимального ее растяжения. Вообще, про это упражнение говорят, что очень сильно от этого травмироваться плечи. Ну, пока на себе, да, это еще не ощутили. Но, говорят, так и есть. То есть вот делали жим, результат в какой-то момент прекратился. И грудь не так стала болеть. Все такое. Вот когда я начал делать гильотину, пошла очень сильно растяжка и прям чувствуется. Упражнение очень крутое. Все его советы говорят, очень эффективные. Ну, в общем, это новое упражнение на большую прокачку верхней, ну, как сказать, части груди, да. Ну, и как бы здесь мы делаем то же самое. Пять подходов по восемь повторений. Ну, шесть-восемь. Стараемся, чтобы последний подход был уже все. Ну, типа, и подход, а повторение было все до конца уже. Ну, короче, упражнение, значит, будем делать жим гантелей лежа на горизонтальной скамье. То есть упражнение по принципу как жим лежа, только оно позволяет дать, так сказать, грудным мышцам большую растяжку. Так как опускаем ниже, теперь на грудь, в нижней точке больше растягивается. Короче, пока Артура нет, подписывайтесь на мой инстаграм, я на чиллер. Артур, если ты это вырежешь, то ты не очень, ты никогда не пожмешь 100. Ну что, у ребят, идет следующее упражнение. Какое оно, сколько повторений, сколько подходов? Все, сейчас будем делать разводки гантелей лежа на, опять же, на горизонтальной скамье. Пять подходов по шестеро-восемь повторений. У вас примерно все, да, идет 6-8. Чтобы прям последнее повторение прям бэм, шоу, чтобы дальше уже было никак. Чем хорошо упражнение, рано лететь, чем хорошо упражнение, то есть большая амплитуда, больше идет растяжка, лучше растет. Ну, в принципе, все. Побежали. Еще забыл одну тему сказать про разводки, то есть для добива, чтобы добиться максимального эффекта, то есть в конце, когда у вас идет максимальная амплитуда, мы грудь специально сами уводим вперед для наиболее сильной растяжки, то есть чтобы добиться 100% результата в этом упражнении. Короче, это упражнение опасно тем, что можно палец сломать. Я сломал палец в этом упражнении. Вы не знали? Короче, вот тут, на этом месте, прям, короче, у меня очень много сил в начале было. И я начал делать это упражнение. И вот этим блином, как бы, соскочил блин, и мне вот в этот палец дало. У меня открытый перелом мизинца, короче, фаланги дало. И у меня кровяга так... И он распух до таких размеров, что это беседство. У меня в ушах засвистело, там вообще жутко было. Поэтому будьте аккуратнее в этом упражнении. Все, ребят, мы закончили тренировочку. Спасибо всем за большое за внимание. Подписывайтесь на нас, ссылочки будут в описании. Увидимся в следующем, в следующем, в следующем выпуске. Пока! Качайте, грудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok